Нет! Стоп! Почему я остановился? Ой, мама! Мама! Сэм Хай! С вами Юджина, сегодня мы продолжаем с вами играть The Beast Insight. В прошлый раз мы с вами бегали по лесу и сражались с реальным револьвером. Чёрт! Как? Ключи? В дневнике столетней давности? Да ну нахер! Но это невозможно! Не знаю как, но это сработало. Может, если я найду другие страницы из дневника, если эти телеграммы вообще можно расшифровать, я должен цепляться за любой возможностью. Скажу Дэвиду. Он уж сам не поверит. Я добился большего, чем вся его команда за целые месяцы работы. Окей. Окей, окей, хорошо. Стоп, что это? О, шифры, детка. Читать. Чтобы изучить деятельность известных мировых криптоаналитиков, необходимо сначала самим разобраться в основах дешифрования. Сумейте расшифровать все спрятанные здесь имена. Числа соответствуют отдельным людям. Используйте диск Цезаря, чтобы познакомиться с великими умами криптографии, которые нередко меняли ход истории. Готовы принять вызов? А, это как бы игра внутри игры. Мы можем для себя лично найти, выяснить имена великих криптоаналитиков и зайти в Википедию. Это очень круто, ребят. Да. Читать, убрать. Ищите. Ищите, образовывайтесь. Я, может быть, тоже это сделаю потом. Сейчас я это, конечно, делать не буду. Мы сейчас будем играть. Это более важное, чем самообразование. Вещь... Ладно, я угораю. На самом деле, человек как старпёр. Звучу игры. На самом деле, очень крутая вещь для образования. Я не знаю, для чего я угораю сейчас. Истебу всё это дело. Начало операции мёртвой тишины. Наверное, чтобы просто подкосить под старпёра. Мёртвая тишина. Развертывание ракет на подводных лодках вдоль западного побережья. США начнётся в ночь с 6 на 7 октября. Системы радиоэлектронного подавления протестированы и полностью введены в эксплуатацию. Из достоверных источников стало известно, что ЦРУ всё ещё расследует дело русского дятла. Ждите дальнейших сообщений. Я вот помню... Я помню, я вёл дискуссии с некоторыми людьми моего возраста. Иногда... Вот у вас есть такое, что вы встречаете людей, которые... Ну, реально, вашего поколения. Возможно, вы сейчас... Вот если там вам лет... Ну, если вы подросток, например, вас такого нет. Ну, вот я снимал как-то квартиру у девушки, которая была на 2 года старше меня. Всего на 2 года. И я угорал, мысленно угорал над тем, понимаете? Короче, прикол в том, что она была настолько вне нашего времени, настолько... То есть я считаю, что вот моё поколение достаточно современное ещё. То есть мы заставили все эти технологии до сих пор, вот всё это видим, и до сих пор молодые, реально молодые ещё. Она была такая же, по сути, молодая, как и я, ей было столько же лет, ну, на 2 года больше, но она настолько не шарила ни в чём. Знаете, она считала, что DVD-диски старые, это зашибись. Ну, то есть она считала, что типа олдскульный ноутбук, который вот один из первых ноутбуков, такой огромная махина, это типа хороший современный ноутбук, который ещё может работать. То есть настолько было консервативных взглядов, что я думаю, что для неё мир игр вообще что-то какая-то фигня. Вот, знаете, как для наших родителей. Игры это фигня, потому что они просто не росли с этим. Я знаю, что нужно делать, можешь мне не рассказывать, я не тупой. Вот. Я играю в игры, поэтому я не тупой. Короче, вы поняли мою мысль, что иногда бывает такое, что есть люди, которые настолько вот старые закалки, хотя при том, что они твоего возраста, не знаю, встречали вы таких или нет. Я, наверное, обращаюсь больше к тем, кто моего возраста, там, по 30 лет. В общем, если вам это знакомо, и вообще relatable, то мне пофиг. Ладно. Я должен сообщить об этой новости срочно. Я не знаю, для чего я вообще эту мысль вам сказал. Короче, Адам что-то нашёл. Как это вообще возможно? Гэй клялся, что они в тупике. Продолжай приглядывать за ним. Мы будем на связи. Ой, что это странно. Блин, видать, они прослушивают малиню. Как им вообще удалось так быстро выследить меня в этой игре? Ох ты уж, блин. Выходит, они и правда? Ага, выходит, они и правда. К счастью, я могу узнать, откуда они за мной следят. Если не ошибаюсь, локатор должен быть где-то в кабинете. Взять в кабинете локатор. Понимаете, возьмем локатор. Я к тому, что я общался с некоторыми сверстниками, которые считали, что игры это, типа, просто детский лепет. И что это, что игра не может считаться искусством. И что игра не может дать никаких знаний полезных. С чем я в корне, блин, не согласен. И мне это, на самом деле, до глубины души возмущает. Потому что творчество, любое творчество, на самом-то деле, оно так или иначе несет в себе информацию, которая каким-то образом обучает. Оно дает представление о жизни каким-то образом, в каком-то смысле. Так. Где наша жена? Между прочим. Да! Ты что, пытаешься убить меня? Не хочу поднимать панику, но я кого-то видел. О чем ты говоришь? Тут кто-то есть. У входа в дом. Но, может, это кто-то из офиса? Ну, знаешь, по работе. Дэвид бы мне предупредил, он бы мне смс-ку скинул. А, черт, сейчас же не то время. Ты же не думаешь, что... Думаю. Они хотят нас сапать. Так что, ничего удивительного. Еще тут кто-то бродил пару дней назад, видел его мельком за деревьями. И решил, что упоминать об этом не стоит? Мне могло бы просто примениться. Я не хотел устраивать панику. Нам и так хватает проблем. Эмма! Эмма, твою мать! Я не в пекарне работаю, я работаю на шпионов! Мы же даже в горной хижине можем чувствовать все безопасности. Не выходи из дома! Запри дверь и окна. Я разберусь. Господи! Эмма, твою мать! Столько матерных слов, я подумал про тебя. Попробую найти что-нибудь. Окей. Ну, реально, я представляю его сейчас. Я могу его понять. Он работает на ЦРУ. Представляете, какая паранойя развивается? Повсюду шпионы. Кажется тебе. Окей, стоп. Видали, что происходит? Смотрите, что с предметами происходит. Они прыгают вместе со мной. Это забавно. найти квантовое облако. Это я могу. Понеслась. Сарай. Нет. А что если то самое место, где я могу через реку пройти? Тот мостик. Опа! Слушайте, я прав. Я оказался адски прав. Это в эту сторону. 89, стоп. 90. Стоп. Опять. Назад, 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 назад. Здесь оно. Вот оно. Почему? А, оно здесь. Обнаружена аномалия. Да, блин. Стоп. Стоп. Вот она. Подохну. Подохну. Подохни. Где-то не подохну. Вот еще одна. Где-то здесь я видел. Вон она летает. Круть. Еще одна? Может быть, сверху где-то? Может быть, сверху где-то? Чувак в шляпе следит за нами. Это стремно. Учитывая. Локатор обнаружил сигнал. Значит, поблизости еще одно квантовое облако. Да ладно, ничего он не обнаружил у меня. Не сюда. А куда? А куда? Я бы, даже несмотря на то, что это страшно, я бы хотел дом с таким огромным участком. Посмотрите, какой забор. Какой обширный двор получается. Очень круто. Давай облако. Нюш ты сюда. Вот этот мост. Апа. Я не могу. Я не могу его пересечь. Черт. Ну. Есть. Окей, идем. Сигнал очень четкий. Квантовое облако должно быть где-то здесь. Понеслась. 30%. 32. Стоп. Сюда. Линии почти соединились. Я совсем близко к источнику. Сканируем. Он перелез через забор. Здесь он перебрался на другую сторону. Нужно... О! You can't hide. Тебе не спрятаться. Этот ублюдок не только следит за мной, но еще и пытается запутать. Запугать. На моей собственной территории. Вот честно, мне нравится. Мне правда нравится этот закон в Америке, что ты имеешь право защищать свою территорию с помощью оружия. Это... Я считаю, что это круто. Потому что столько историй вот у нас было, особенно в 90-х, когда черные риэлторы забирали просто... Забирали квартиры в сериале фиг знает кого к тебе. В общем, делали целую кучу всего стрёмного, особенно с людьми пожилого возраста. И... Вот... Это крутой закон, я считаю. Просто крутой закон. Вы поняли мою мысль? Так, ладно, перелезаем. Я не смог перелезть. Я в детстве очень плохо лазил. Давай. Слышь такая. Все. А, я просто... Я думал, что я делал. Ох ты, домик на дереве. Это круто. Гоу. Где-то вот там, надо мной, да? Ну, of course. Стоп. Ага. Я ломал твои доски. Все, забирайся. Сиди. Мы должны его откуда-то вот сюда запрыгнуть, да? Ага. А, у меня еще и крюк остался. Блин, тут столько всяких интересных механик взяли и добавили в игру. Это интересно. Мне нравится. Очень разнообразно получается. Эмм. Вот сюда. Итак. Мой аномалия-сканер. Показывает, что я... Пришел куда-то. Вот сюда. Как этот урод. Тут все аккуратно. Что, я не успеваю прочитать. Что это? Батарейка. И какой-то чип. Для отслеживания, да? От меня гадан так просто не отделаешься. Стоять, слышишь? Так, погодите. Сначала я посмотрю фотографии, а потом буду преследовать. Моя жена. Дом, милый дом. 79-й год. 22 августа. Черт, поверьте, могу. Он снял ее в день нашего приезда. Ему с самого начала было известно, когда и куда мы приезжаем. Все, я досмотрелся на фотографии. Я бегу за тобой. Погоня. Что это? Перерезать. Как-то странно я встал. О-о-о-о. Ты где? Он был в этом домике. За ним. Ах ты, говно. Черт. Надо было крюк в него кинуть. А, ну вот сюда. Убегай сколько угодно. О, но ты спрятаться не можешь. Но ты можешь, однако, подкидывать сюрпризы. Ты маньяк, ты просто колдун. Сжечь тебя, потому что ты ведьма, колдун, ведьмский. Ух ты, урод. Итак, не спеша бегу. Спасибо, ноги. Работайте на ура. Лучший агент в мире. Ты от меня так не отделаешь и просто не отоделается. Хорошо, погодите. Здесь что-то не должно быть наверняка. Что-то мне нужно. А! Я для чего это? Для чего это? Стоп, уберись. Я не понял. Зачем я это перерезал? Хорошо, не важно. Он забежал сюда. А я забегу вот сюда. Не понял, для чего тот ящик нужен, но ладно. Ой. Ай. Как будто прям над ухом. Гоняй за шпионом по пещере. Скажи мне, кто такой неделю назад? Я бы сейчас... Я не успеваю, блин, прочитать это дерьмо. Почему? Я плохо читаю? Или она действительно очень быстро убирается? Ладно. Не важно. Вы прочитали. Стоп. Это он! Он стой говно! Здесь я не пройду. Простите. Я что-то подумал, что я нормально пошел. Но не нормально. Хорошо. Вот мы здесь. И нам надо бы... С помощью крика как-то круто перебраться. Не. Погодите. Не. Не-не-не. Не может быть такого. Просто быть не может такого, что... А-а-а! Сюда. Это в обход. Честно, знаете, я уже не ожидаю от игры, типа, скримеров всяких и так далее. Мне нравится она как триллер. Так. Я могу? Я не могу. Мм. Стоп. Ну, погодите. Что это? Что это? Как это? Как я здесь оказался? Как мне теперь отсюда выбраться? Вовсе, наконец-то. Я не могу забраться сюда. Это не реал. Зачем ты меня сюда привели? Почему? Почему прикол? Так. Здесь заросли какие-то. Возможно, я должен был там что-то найти, но пока не нашел. Я рискну. Я просто рискну. Вот сюда. Простите. Ладно. Это был плохой план. Вы просто не понимаете. Да, здесь я не пройду. Я понял, что не пройду здесь. Догнать шпиона. Вы просто не понимаете, как я мыслю. Я мыслю очень нестандартно. Мне, знаете... Вот даже если брать квест комнаты. Кто-нибудь ходил, какой-нибудь из вас на квесты. В реальности. И я ходил. И... Надо мной все всегда смеются там. Потому что... Как сказать? В квестах всегда говорят, что... Мол, ничего нельзя трогать, ломать и так далее. То есть нельзя применять силу к чему-то. Если, типа... Предмет используется в квесте, то, как правило, его надо не силой. То есть если он... Если ты пытаешь его использовать, и он не подается, значит не надо пытаться его использовать силой, грубо говоря. Потому что ты сломаешь, это просто реквизит. И все. Он никак не влияет на твое прохождение квеста. Вот. Но... В то же время, очень часто в квестах я сталкиваюсь... При том, что есть это правило. Существуют правила... Существуют такие загадки, которые требуют что-то сломать, что-то разрезать и так далее. И из-за того, что так все размыто... Я начинаю всегда искать очень странные способы решить проблему. Я цепляюсь... Мой мозг цепляется за вещи, которые на самом деле оказываются потом... Не играет никакой роли. И из-за этого я просто делаю какие-то смешные вещи. То есть я... Я всегда мыслю... Как сказать... Outside the box. Типа... Вне коробки. Правильно? Правильно так перевести это? Я не знаю, как эта фраза звучит по-русски. Но в общем я... Стараюсь мыслить нестандартно. И решить проблему. Каким-то образом. И из-за того, что я не обращаю сейчас, видимо, вот в этой игре внимание на какие-то очевидные вещи, которые должны бросаться в глаза. А, они не бросаются пока мне в глаза. Я вот делаю смешные вещи в итоге. Я не знаю, может быть потому, что я реально туплю. А может быть потому, что мой мозг так устроен, что он всегда подбирает какие-то самые непопулярные решения. Потому что... В принципе, если бы это означало, что я тупой, это было бы неправда. Потому что тупица, наоборот, является большинством. То есть это было бы тогда самое популярное решение, самое очевидное. Да я здесь не пройду, я понял. Я не понимаю, куда мне идти. Я не понял, куда мне идти. Куда теперь идти? И спроси бы. Я тем же самым вопросом задаюсь. Я с себя подумаю, что сюда. Потому что ты вот как бы типа хоп-хоп-хоп туда. Но это не работает. Ладно, давайте спрыгнем. Я думал, я просто подойду к этой штуке. Ладно, все. Я признаюсь, тупанул. Знаете, что меня по-настоящему подбешивает? Что я медленно выражаю свою мысль в таких вот видео. И это в основном из-за того, что я думаю, что вам хочется посмотреть на геймплей по большей части. О, свечка. О, нельзя зажечь. Я же не тот чувак из дневника. Я понимаю, что вам хочется посмотреть на геймплей, на то, что происходит в игре дальше. А я трачу ваше время на какие-то свои мысли. Из этого я пытаюсь их быстро сказать. А оттого они получаются еще дольше. И я не могу никак нормально сформулировать мысль. Потому что я очень... Меня хлебом не корми. Дай поболтать. Я очень много могу наболтать всякой херни. Поэтому, наверное, я просто забью на это и буду болтать столько, сколько захочу. Вот как-то так. Смиритесь с этим. Я знаю, что мне нужно туда. Я не понимаю, как. Ладно, попробуем в эту сторону пойти. Ой. Я понял. Ребят. Простите. Простите меня. Я понял. Я понял, что я не в ту сторону просто пошел. Не в тот туннель. Мне почти казалось, что я вышел из того, что справа. А он, оказывается... Я вышел из того, что слева. То есть я пытался пойти туда, откуда я пришел. А мне надо было идти вот сюда. Все, я понял. Я понял. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Геймплей пошел. Прохождение. Е-бэ-бэ. Хоп. Не знаю, как я это сделал. Но я могу. Я могу. Давай. Твари. Это глупо. Нельзя так делать игру. Ладно, сейчас я задохнусь. Захлебнусь, точнее. Если я в итоге в то же самое место упал, почему я сдох в первый раз? Я должен был вот туда же упасть, в эту же воду. Если он меня в итоге туда же спихнул, правильно? Не-е-е. Нельзя так делать. Нельзя так делать. Вы тупанули. Мистер разработчик. Ладно, я стараюсь как могу. Он не гребет сильнее. И ты понимаешь, это сделана шкала, чтобы создать напряжение. Потому что я все равно просто тупо жар вперед. Нажимаю вперед. И все равно приду туда, куда надо. Да? И все равно не захлебнусь. Окей, хорошо. Что это такое? Что это за место? Это та же... Это та шахта. Та самая шахта, о которой говорится. Здесь кто-то жил. Здесь куча шестеренок. Он любит шестеренки. Те самые шестеренки, что я видел в подвале. Знаете, что странно? Что мой персонаж и тот персонаж, что в дневниках. У них голоса очень похожи. И даже по тому, как они говорят, создаются какой-то... Знаете, я идентифицирую их как один и тот же человек. Вот, хорошо. Мы наконец-таки перебрались. А если мы вот сюда гонем? Мы сможем потом забраться обратно? Я просто ищу секреты, ребят. Все, я не нашел секретов. Сами. Так. Так, так, так. Что у нас тут? О, нет. Тут надо будет баланс. Выглядит не очень надежно. А, я пойду. Нет. Стоп. Почему я остановился? Ой, мама. Мама. Почему доска висит в воздухе? Что это вообще такое? Моя жена меня убьет, если узнает, что я такие штуки творю. Почему доска висела? Блин, едва принесло. А меня здесь что, каждый камень пытается убить? Сюда. А, нет. Странно, что я не могу повернуть голову нормально. Так, освещение изменилось. И снова изменилось. Мы на улице. Где мы? Мы на улице, я уже сказал. Но я имею ввиду, что это за местность такая? В чем прикол? Слушайте, тут все прям очень удобно расположено. Эти бревна упавшие. Такое ощущение, как будто шпионы заранее готовились к тому, что я приеду. Они все предусмотрели. Все эти пути. Они хотят куда-то... Я бы подумал, будь я им, вот этим чуваком, которым я сейчас играю, я бы подумал, что они специально хотят меня увезти в какое-то место, которое, очевидно, мне нужно перебраться на другую сторону. Но как? Стоп. Меня бы вывели специально в такое место, которое бы... В котором бы я умер бы, и оно бы все выглядело как несчастный случай. Ребят, я жму, я жму, но не работает. Поэтому я просто... Нет, обойти нельзя. Обойти нельзя, только если вот сюда. И сюда нельзя тоже, ладно. Догнать шпиона все. Та же самая миссия. Поэтому, в принципе, это грамотно. У них получается. Моя паранойя играет им на руку. Если это шпионы, конечно. Но мне нравится, в принципе, тематика игры, что они, знаете, подчеркивают ту паранойю, которая царила в те времена. В Америке. То есть, что они считали реально, что... Опа, стоп. Что русские повсюду шпионы. Ну, в принципе, реально шпионы были повсюду. И причем от обеих сторон. Ну, просто вот если начитаться этих шпионских всяких историй реальных, то становится... Реальных историй. То становится вообще... Это так забавно. Это выглядит все как детский сад, на самом деле. Детский сад, только ставки очень высоки. Это знаете, когда кого-то там специально спаивают, подкладывают под них женщин легкого поведения, под нужных людей. И таким образом добывают информацию. Это все вот реально выглядит как, знаете, это так обесценивает нас, как людей. Мы настолько все жалкие, настолько у нас наши интересы и потребности низкие, низменные, что это реально как детский сад какой-то. И при этом это все взрослые шпионские игры, потому что на кону жизни. Ну, окей, мачито старое, но все еще очень острое. Такими лезвиями расчищали дорогу в джунглях, так что может сгодиться в обычном лесу. Окей, я беру. Да. Я не слазь. Разрубай. Вот почему не работал триггер здесь. И видите, опять добавили новую механику. Я могу здесь пройти. И это прикольно. Так. Так. Очередный сигнал. Он ведет строго сюда, строго вперед. Он очень далеко от меня. 59. Процент. Вот через реку нужно пройти, да? Верно? Да, верно. Все хорошо. Вот он. Обнаружена аномалия. Дэш, стоп тебе. Стоп. Я зачем убрал. Вон она. Летает тут. Кто тебя звал? Уходи. Есть. Еще? Еще две. Аномалия. Вот она. Как его это не пугает? Я просто не понимаю, как это может не пугать. Я бы охренел. Мой мир бы перевернулся, если бы я увидел аномалию. Стоп. Я очень далеко стою. Летающая аномалия. Я не знаю, что бы с моей головой случилось в этот момент. Я бы слишком о многом бы думал. И скорее всего бы случился коллапс в моем мозгу. Он повернул налево. Я почти его догнал. Да, Полин, я не успеваю дочитать. Ладно, неважно. Стоп. Еще? Ладно, просто по тропиночке идем, да? Стоп. Сигнал ухудшается. Вот он. Здесь? Он пролез тут. Придется вдохнуть поглубже. Я вот серьезно, я бы не хотел быть шпионом никогда. Это, конечно, выглядит круто. Особенно в кино, в литературе, в играх. Но я бы не хотел этим заниматься. Возможно... О, блин. Знаете, есть такая фраза. Сейчас скажу, как она звучит точно. Великие игры великих мужей. И эта фраза относится к людям, которые занимают высокие должности во власти. Которые... Которых мы... Которые шпионством, наверное, занимаются и так далее. Короче, это... Это те самые игры. Тех самых людей. Таких людей, которые... Тут, знаете... Есть огромная разница между деньгами и властью. И вот те, кто вот выбрал власть, вот они этим и занимаются. Это не что-то материальное. Это что-то, что внутри. Когда они это делают, они чувствуют экстаз, наверное. Не знаю, как это назвать. Вот это вот внутреннее... Такой адреналин, наверное. Я не уверен, что я бы... Я готов... Знаете, это адреналин из-за того, что такие ставки высокие. Всегда жизнь на кону. Жизнь многих людей. И они испытывают от этого кайфа. Именно поэтому они-то и делают все. Вот эти вот все грязные игры. Выглядит не очень надежно, но может удастся пройти. Я не уверен, что я бы смог потянуть... Такую игру. Вот черт, что... Господи, не успеваю дочитать. Я на самом деле вкидываю, ребят. Вот все, что я сейчас говорю, я вкидываю для того, чтобы... Мне реально очень хочется увидеть ваши мысли на этот счет. Ну, вообще на любой счет, который я... На любую тему, которую я начинаю поднимать, пока играю. Я на самом деле, реально, вот из активной аудитории я очень часто слышу информацию о том, что вот, типа, мол, хочется больше интересных рассуждений. И рассуждения мои... Они, как сказать... Они ограничены тем, что я вас не слышу. Не вижу, пока играю. Поэтому я что-то накидываю. И мне всегда очень хочется увидеть в комментариях от вас какой-то фидбэк. И... Очень расстраивает, когда я вижу просто, типа... Ну, просто... Не знаю, как сказать. С одной стороны, мне приятно видеть похвалу. Но с другой стороны, очень хочется увидеть именно общение от вас. Когда... Что вы отвечаете мне на мои какие-то вопросы, темы, которые я поднимаю здесь. Прыгаем. Ну что ж, это было очень жалко на вид. Зачем я это, блин, сделал? Что теперь мне делать? А, сюда надо идти. Все правильно. А-а-а. Я даже не лоханулся. Я правильно сделал. Я почему-то думал, что сейчас начнется анимация какая-то. Короче, ребят. Все, что я хочу сказать, что я скучаю по... Этому общению, которое у нас было, когда вот... Был 2014 год, когда я выпускал «Принцип Талоса» игру. И я постоянно поднимал какие-то философские темы, которые провоцировала игра. И вы очень часто это подхватывали. Вот те, кто старички, которые меня смотрят до сих пор. Вот вы подхватывали эти все темы и что-то писали. И были большие комментарии, которые мне было очень интересно читать всегда. Их было немного. Но было, блин, жесть как интересно. Мне хочется этого побольше. Сейчас. Так, стоп, спрятать. А, не, зачем спрятать? Мне же нужно как раз-таки идти на сигнал. Где-то здесь... А-а-а, мистер, сори. Похоже, что-то спрятал в кормушке. Порядок. Я от него оторвался. Сейчас нахожусь в заброшенной гостинице. Все идет по плану. Гостиница. Спасибо за подсказку, урод. Конечно, я читаю, я фильтрую. Тут используется нецензурная брань. Но, как я всегда говорил, что, на мой взгляд, ее надо в тему применять. Мат. Вот когда мат в тему, он прикольно звучит. Он реально может звучать очень забавно. И подчеркивать ситуацию. Но здесь это все... Вот в этой игре это не идет как-то ни к чему. Вот это вот все, мне кажется. Я поэтому фильтрую. Нам не сюда. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Опасно. Стоп. Добраться до гостиницы. Да, той самой гостиницы. Я понял. Так. Возможно, тут есть что-то, чем я могу что-то перерезать. А, нет. Стоп. Мостик-то он сломан. В целом-то, может быть, меня есть как-то обойти. Вот. Я понял, да. Ну, видите. Ай-яй-яй. Вот сюда. Черт. О, блин. Твою мать. Все плохо. А, стоп. Опять. А, я оттуда пришел. Господи Иисусе. Куда же мне идти тогда? Как мне понять, куда мне идти? Может быть, здесь есть выход через эту маленькую избушку. Да, да, точно. Смотрите, какое эластичное дерево. Ну, давай, давай, давай. Есть. Все хорошо. 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 Красная простыня. Hillside Inn и Shore. Побережье и тот самый отель. Нам сюда. Круто. Мне очень нравится, что здесь сделали большую карту. И много можно где походить. Что у нас тут? Старая палатка. Брошенные вещи. Кто-то все здесь побросал, но так и не вернулся. Почему? Тот же самый спальный мешок, видите? Который я нашел в прошлом выпуске. Точнее, в позапрошлом. Кто-то следит за мной. Тут Хавл. Не знаю, не знаю, не знаю. Возможно, это просто турист, потому что если бы я был шпионом, я бы не делал такую приметную палатку красного цвета. Я бы сделал ее как камуфляжную, чтобы... Ну, и накидал бы туда веток с листвой, чтобы вообще совсем не было видно. Окей, сюда. Это совсем не тот путь, по которому я иду в гостиницу. Да, абсолютно нет. Ворота закрыты, нужно найти другой путь. Ну, естественно, так всегда. Похоже, это руины какого-то большого здания. Что здесь произошло? Где, где руины? Где... Ага, вот. Выглядит как пожар, если честно. Или ураган какой-то. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Какой глубокий колодец шахты. Может, через него можно... Только надо найти, с помощью чего туда спуститься. Я заметил по дороге палатку. Может, в ней что-то найдется. А-а-а. Обыскать окрестности. Так, обратно к палатке. Проверю палатку. На дереве висит рюкзак. Попробую чем-нибудь оттуда скинуть. Хорошо. Это неожиданно. Ой, 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 ой. Упал. Ладно, ничего. Сейчас проверим палатку сначала. Тут ничего нет. Блин, а как же... Ладно, видимо, палатка-то так просто. Примечательное место. Потому что рюкзак бы я не заметил. Видите ли... Смогу ли я... А там что? Так, давайте сюда пойдем. А, здесь нельзя. И сюда не пройти. Окей. В таком случае наверх пойдем. Сейчас, погодите. Я только здесь быстренько пошарю. Ага. Тут ничего нет. Что у меня есть вообще? У меня есть эта веревка, бардажный крюк и все. В принципе, это никак не поможет мне. Вот, погодите. Я могу здесь пройти. Вот это самое бедро. Сколько эта бедняга тут висит. Странно, что его никто не искал. Рюкзак, похоже, упал с того бедняги. Он едва держится на ветке. Думаю, я смогу сбросить его камнем. Слушайте, это реально человек. Я был сначала не уверен. Снизу как-то не похоже было. Я хочу от чулака сбросить. А, ладно, не попаду. Ну, ладненько. Блин. Последний камень. Есть. Упси-дупси. И попробуем еще разочек. Хоп. О. Это магия. Ой, как я так? Ох, я жив. На камне рядом с палаткой лежал рюкзак. Стоит его посмотреть. Хорошо, брать. Он мне точно пригодится. Еще рюкзак рядом с палаткой. Я смогу допрыгнуть? Просто попробуем. Уи-и-и. Почему? Почему он матернулся? Все же нормально. Я же выжил. Ладно, добраться до гостиницы. Не знаю, к чему это реплика была, если честно. Ладушки спускаемся. Вот сюда. Сокращаем путь. И... И... Да. Все. Гоу. Слушай, мне кажется, это... Беготня за шпионом затянулась. Я бы не побежал. По-моему, самое правильное это вызвать подкрепление. Не знаю. Пойти домой, обратно. Вдруг с твоей женой что-то случилось. Вдруг ее в плен взяли. Окей. Окей. Где мы? А-а-а. Сюда. Так, сюда иди, ящик. Я вижу, там уже лестница есть, которая надо своим крюком. Позор. 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 Да что ж такое? Да что ж такое? Погодите, стоп. Есть. Вау. Обыскать руины гостиницы. Вот что с ней стало. Да. Наш чувачок, которым мы бегали в прошлый раз, отсюда прибежал. Что он там делает? Как там пробраться? Скорей. Вот. Не похоже на то, как будто она сгорела. Хотя, в предыдущем выпуске мы сражались с чуваком, и там был огонь сверху, падал метеоритный дождь и так далее. Может быть она сгорела все-таки. Просто это выглядит так, как будто бы это не горелое здание, а просто развалившееся от какого-нибудь смерча жесткого. Куда он пошел? Кто он такой? Что он здесь спрятал? Нужно как-то повернуть этот сейф, чтобы до него добраться. Окей, голыми руками не повернуть. Хм. Обыскать руины гостиницы. Давайте обыщем, наверняка что-то найдем сейчас. Вот сюда. Оно есть. Этого не отнять. Обуглены руины. Советские власти хотят, чтобы так выглядела вся страна. На самом деле, наверняка, вот дай кому-нибудь, любой стороне волю. Опа, смотрите лампу. Осмотреть. И она превратит всех остальных своих соперников в руины. Разбитая лампа. Может это из-за нее сгорела гостиница? Поразительно, как что-то настолько незначительное может причинить столько вреда. От этой мысли у меня мурашки по коже. Вот там есть что-то. Белая краска. Черт, не то чтобы я боюсь высоты, но тут нужно быть осторожным. Ладненько, неожиданно было. Но я не испугался. Ба... И? И зачем? И за... Погодите. Погодите. Я что-то там упустил, да? Я что-то упустил. Вот сюда, если пойти... А мы бы еще здесь посмотреть? Ага, это просто выход наружу. И здесь ничего нету. Давайте еще раз здесь пройдемся. Вот тут. Тут ничего. А, стоп, вот. Металлическая труба. Припоминай ее. Атак... Есть. О! Это что такое? Какой ты неаккуратный. Какой ты неакку... Нет! Ух, черт. Упади на меня эта штука. Хрен бы меня кто нашел. Я все... Что это за место такое? Что в этом чертовом сейфе? Как его открыть? Может, я найду подсказку в этой комнате? А с чего ты предположил, что ты здесь найдешь ее? Опа. Погодите. Давай, 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 давай. Есть. Все. Каждый раз, клянусь, каждый раз эти доски по-разному выламываются. Мышку надо то влево, то вправо. Посмотрите-ка на это. Что... Что такое? Что это? Не важно. Кто-то записал сюда комбинацию от сейфа. Какие мне нужны цифры? Читать. Помните, ответ отсутствует. Хорошо. Помните, а там еще можно? Стоп. Еще. Твою мать, и как тут это понять? Хоть что-то. Это интересно. Понимаете? Так. Хорошо. Я, кажется, почти что понял. Первая это три. Точнее, вторая это три. И тоже три, да? Три-три. Я по первой цифре читаю. Три-три. Пять-три? Возможно, это не так. Скорее всего, это не так. Три-три-пять-три попробуем. Ой. Как мне? Как мне? Погодите, Непал. Где мой курсор? Я его не вижу. А, все. Нет. Это неправильно. Я не мастер шифров. Все не так просто. Цифры из записной книжки. Какие выделяются? Помните, ответ отсутствует. Давайте еще раз. Какие из них выделяются? Мне кажется, я начинаю понимать, в чем прикол. Я должен убедиться. Важна цифра, которая здесь отсутствует. И в этой последовательности чисел отсутствует пятерка. То есть, второй, это пять. Давайте, чтобы не забыть, мы сразу, мы сразу пойдем и введем. Так, где мой курсор? Это пять. Хорошо. Ты не закрывай дверь за собой. Ты тут урод, что ли? Она сама закрывается. Стоп. В аномалии. Ну ладно, ничего страшного. Первый. И это у нас... Один, два, три, четыре, пять. Нету шестерки. Нету шестерки. Прикольно. Я мастер-шифровальщик. Шесть, пять. Да не закрывай. Все, оставь. Вот так оставь. О, молодец. Последнее. Один, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь. Девять. Ноль. Один. Так, секунду. Ноль, один, два, три, четыре, пять. Шесть. Семь, восемь, девять. Ой. Тут все есть. А-а-а-а. Стоп, погодите. Это ж да, отдельная маленькая вырванная страница. Нет, надо тут. Нету. Хорошо. Давайте попробуем третью разгадать сначала. Ищем... Заткнись! Ноль. Один. Тут нету единиц. Хорошо, а то мы просто можем наугад попробовать. Предпоследнее нету единицы. Это... Железный факт. Ноль. Два. Три. Четыре. Пять. Ой. А, вот шесть, да? Семь, восемь. И девятка есть. Все эти есть. Значит, там точно единица. Тогда что не так с этим? Один. Два. Но в то же время здесь есть фраза. Помните, ответ отсутствует. Это что может означать, что... Что это может означать, я не знаю. Ладно, давайте поищем того, чего не хватает. Возможно, здесь есть что-то. Стоп! Вот она! От Луки. Один. Два. Два. Три. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете. И что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Старая ведьма? Местные жители впали в суеверие? Надеюсь, ее хотя бы на костре не сожгли. Эта старая ведьма думает напугать нас словом божьим? Где все это время был бог? Чем он занимался, когда эти люди гибли во тьме? Видимо, один, два, два, три наш ответ. То есть та фигня просто сбить на стоку решила? Один, два, два, три. Э? Блин, да что такое? Один, два, два. Три. Погодите. Двенадцать. Смотрите, как записаны эти числа. Двенадцать разделить на два. Это будет шесть. И минус три равно три. Равно три. И у нас пропущенным является третий. Значит, третий это три? Три. А теперь нам осталось заново восстановить все цифры, которые мы уже с вами вычислили. Тут нет шестерки. И я не вижу семерки, если честно. Тут нет семерки. Тут нет семерки. Я шестерку ввел тогда. Семерка. Упс. И последняя, четвертая. Блин. Сейчас. Стоп. Тройка должна быть последней. Тройка должна быть последней. Все, я понял. А, у нас тройка и последняя стоит. Значит, предпоследняя. Предпоследняя. У нас... Та самая, которую я забыл. Единица. Да? Единица. У нас нет единицы здесь. Один. Те курсоры... Не видно его ни хрена. Да, блин, я... Не тупо менял. Извините, извините. Все, вот. Так. Может попробовать наугад? Вот. Окей. Я... Как-то... Видимо, так и надо было последнюю наугад сделать. То есть... Я много времени потратил. И... Смог додуматься сам. Это меня радует. Что в итоге смог додуматься. Там какая-то записка лежит. Продолжается дневник. Судья пытался меня задушить. И задушил бы, если бы не... Да, мы снова возвращаемся в стрём. Это всё будет в следующей серии, друзья. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. И мне очень нравится, как эта игра сделана. Я даже не думал, что она будет такой интересной на самом-то деле. Мало того, что мы меняем жанры каждый раз. С каждым новым выпуском. И добавляются новые механики. И это всё реально меня будоражит. Мне интересно, что будет дальше происходить. Поэтому оставайтесь со мной. Если вам тоже интересно, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео по этой игре Или по любой другой игре, которую я сделала Я плохих видосов не делаю Поэтому обязательно подписывайтесь, не забывайте про колокольчик С вами был Юджин И всех вас, конечно же, люблю, обожаю, целую и обнимаю И напоследок Мощнейшая, выживающая, расшифровывающая все шифры Петюля Вы готовы? Раз, два, три и пять!